Всем большой привет! В какой-то из косметичек своих я упомянула, что часто делаю расхламление косметики и то, что мне не надо, я раздаю своим подругам. И так как я не люблю показывать на камеру то, что я отдаю, я не показываю. Но очень многие подписчицы написали, что это интересное видео и давай света при следующем расхламлении, ну или как бы при следующей разборке, покажи нам тоже, потому что это интересно. Давайте я покажу тогда. Единственное, я сразу хочу упомянуть, что то, что я буду показывать, я отдам своим близким подругам, то есть они разберут это. Потому что продукты хорошие, может быть, просто мне не подошли, либо для меня многовато, я не потяну просто использовать всё, а то, что сроки годности горят, мне их жалко. Давайте я начну с ароматов, я отобрала их несколько, но я думаю, что я ещё ароматы поотбираю, потому что у меня слишком много. Один из любимых моих ароматов это Avon Luxe аромат. У меня Premier Luxe, да, это Premier Luxe, самый первый их аромат, мне он очень нравится. Для меня это зимний аромат, который я очень люблю зимой, но за 2-3 зимы я истратила ровно вот столько. У меня есть подобный аромат, второй Luxe, Premier Luxe Gold Blush, он мне тоже нравится, его тоже столько. И я решила, чтобы оба они в какой-то мере у меня уходили, один я отдам, а вторым буду пользоваться сама. Просто так спасётся оба аромата, потому что за целую зиму я трачу буквально вот такие вот деления. Получается, мне одного хватит на несколько лет, поэтому я решила поделиться. А вот следующий аромат, он нравится очень многим, это Persif, Oasis, мне он не подошёл. Я этот аромат, вот я пшикаю на себя, раза 2 я попробовала, он практически целый. Мне он нравится, но через час я его чувствую, через 2 я его чувствую, через 3 он меня раздражает, пока я его не смою. То есть, видимо, на моей коже это не мой аромат, он красивый, он мне нравится, на ком-то вообще бесподобно звучит. Лично на мне, видимо, моё тело его не воспринимает. Я его чувствую, вот уже никто не чувствует, а мне кажется, что он меня преследует. Ну вот такая вот связь у меня с этим ароматом. Я решила, чтобы он меня не преследовал, я им поделюсь с кем-нибудь, кого он будет удовлетворять полностью. Ну вот у меня так получилось. И ещё 2 аромата, которые мне нравятся, один менее, другой больше. Это вот коктейль. У меня их было 4, даже 5 на самом деле. 3 ещё у меня осталось коктейля. Я вот отдаю вот эту кровавую мэри и императрицу. Кровавая мэри такая более томная, как бы вечерняя. А вот императрица лёгкий, приятный аромат. У меня их много, это туалетные водички. У меня их просто много, я не справлюсь. Вот это я ещё одно время как домашним ароматом себя поливала. Ну, просто хочу поделиться, не справлюсь. А жалко, ароматы испортятся. Так, давайте вот так подвину, чтобы они у меня как-то все уместились. И это не всё, наверное, я ещё поотбираю что-нибудь, чтобы было ещё что-то. Всё, давайте дальше. Теперь по косметике. Так, с чего мне начать-то? Давайте я бальзамы для губ покажу. Бальзамы. И вообще вот то, что касается косметики, девочки. У меня очень много косметики подарены. Что-то покупала я сама. Тоже я зрительно смотрю. Есть, пусть даже это подарено, но в двух или в трёх палетках похожие цвета. И у меня залёживаются тени, либо помады. Поэтому я решила, что лучше поделиться с близкими, чем пусть подарок, который мне дорог, но он у меня в итоге пропадёт. Поэтому я буду делиться. Тени у меня вообще бесконечные, поэтому надо пожертвовать. Так, ну давайте от Фаберлик толстушки, как я их называю, мыльные пузыри. Опять поругаю. Вот для моей большой коллекции это очень неудобный формат. Например, вот были тени в подобных оттенках у меня в более мелких палетках. Выбор полноте палетки только из-за того, что вот такого нет объёма. Девочкам, которым я буду это всё отдавать, у них нет таких косметичек, как у меня. И поэтому для них эти пузыри не имеют никакого отношения. Первый пузырь в оттенке 54... Давай так поближе покажу. 27, кажется. 54-27. Нравятся мне эти цвета. Реально нравятся. Они такие, как шоколадик. Дневные спокойные макияжи из них получаются отлично. Но у меня такие есть, поэтому пусть будет радость кому-нибудь. Чтобы не быть жадиной. И второй оттенок. Мои любимые зелёные оттенки. 54-22. У меня, кстати, ещё одна палетка есть в похожих оттенках. Тоже она от Фаберлик. Мне Жануля дарила. Айтуай. Вот у них серия. Но я подарю девочкам эту, потому что та старшая. У Фаберлик тут нет срока годности. И поэтому я в подарок-то отдам лучше помоложе. Палеточку. Вот так. Оттенки красивые. Их когда вместе, это красиво. Но мне просто жалко средства. Пускай кто-то ещё попользуется. Я же всё равно ещё пойду покупать. Раз уж я люблю это дело. Тени немного. Ещё одну палетку, которую я отдам. Это от Lumine в оттенке 1. Это белые тени. У меня белые не часто тратятся тени. И белые у меня есть в палетках. Поэтому этот я спокойно отдам. Вот он такой красивый. Его можно как хайлайтер использовать. И будет очень красивое свечение. Но, как я сказала, у меня оно будет просто лежать. Пускай лучше использует тот, кому необходимо. Хотя, это я люблю. Честно, мне в какой-то мере, может быть, даже и жалковато. Но хочу поступить мудро. Вот эта палетка у меня в этой косметичке месяца. Но я её решила тоже отдать. Так, что тут у нас написано? 62. Нет, 63.95. Это вот такая красота, которую я в своё время мечтала. Но теперь решила поделиться. Вот то, что вот здесь вот, это я сначала думала хайлайтер. Нет, это скорее такая подсвечивающая пудра. Как хайлайтер это не работает. Ничего не блестит. А вот как пудра работает. Но она идёт такой сияющий эффект. Её достать неудобно. А вот этот бронзер для меня это хорошие в рыжинку уходящие тени. Вот цвета мне не подошли. Может быть, кого-то она порадует. То есть я подружкам предложу, а они пускай разберутся. И также вот очередной пузырь. Вот смотрите, они втроём уже заняли почти всю территорию. Так, из декоративки. А, вот тени. Ещё одни тени. Это подарок. Но я с ним расстаюсь. Не ношу я. Не знаю. Вот как-то не получается. У меня подружиться с тенями. Как они называются? Кремовыми, да? Это от Атери Флейм. Если будут девочки кто-нибудь пользоваться, пусть пользуются. Нет, так значит нет. Да будут. Ну, кто любит, те будут. Я не одной подруге. Я сразу всем предложу. И обязательно найдётся хозяйка, которая их оценит и будет пользоваться. У меня лежат они просто как вот мёртвый груз. Вот этим вообще не пользуюсь. Я же беру в косметички и не дотрагиваюсь до них. Вот вам свотч покажу и всё. Хотя это подарок. Мне очень жалко, что я им не воспользовалась. Но пусть он найдёт того, ту хозяйку, которая реально его оценит. Из декоративки вот такую пудру от Тянды отдаю. Тоже был подарок. Она очень тёмная. Может быть кто-то с ней подружится. Нет, значит нет. Я не смогла. Она очень тёмная. Ой, так я сейчас вам и себя покажу. Всё насветил. Вот она такая тёмная. Может быть её, не знаю, как бронзер кто-то будет. Может быть смугляшки моей подружки подойдёт какой. Ну, посмотрим. В общем, отдаю. Зато сколько сразу у меня места-то под новые освобождается. Так, ещё. Эйвен Тру. Колор. Колор. Си-си. Давайте покажу. В общем, вот такие. Сверкалка. Да, это сверкалка от Эйвен. Но так как я сейчас имею много сверкалок. У меня много хайлайтеров. Много подобных пудр со сверкающими частичками. Поэтому это я решила. Опять же, почему именно это, а не другое. Большая банка. Я сейчас за маленькие объёмы. Потому что можно вот столько же средств в маленьких упаковках. И будет только занято чуть-чуть. А тут прямо, ну, горы получается. Напрасно место занимающие. Так, бальзамы для губ у меня тоже скопились. В каждой посылке девочки присылают. Да я тут как-то подкупила. И у меня было в запасах столько, что даже сейчас осталось. Ну, не знаю. Это надо иметь три головы с большими губами. Ну, пока никак. Вот этот бальзам от Эйвен Нейчерлс. По-моему, с абрикосом. С ароматом абрикоса. Я тоже отдаю. Но не для губ, а кому надо. Там локти, колени. У кого сухие такие участки. Потому что это не новый. Тоже он уже года два у меня лежит. Аромат приятный. Не работает он наверняка еще хорошо. Он прямо новый. Я не буду открывать, чтобы сроки не дергать раньше времени. Ну, вот если не для губ, а для каких-то сухих участков. Может на пятки. Ну, разберутся. Просто у меня перебор. И еще. Как бы мне жалко не было. Отдаю вот такие четыре штуки. Ну, как жалко. Мне их не жалко. Потому что реально много. Они красивые, конечно. Но, если брать стики и вот такие вот выдавливалки, то у меня рука тянется к стикам. А эти бедные лежат. Они все новые, не открытые. Поэтому я их подарю. Потому что перебор. Не могу воспользоваться. К сожалению. Так, из декоративки у нас остались помады и один карандаш. Карандаш мне тоже был подарен подружкой моей. Он черный, обычный, длинный. Прямо вот самый-самый обычный вот такой карандаш. Не пользуюсь я сейчас черными карандашами. И у меня карандашей очень много тоже. Ну, пусть он порадует кого-нибудь. И остались у меня пять помад. Ну, на данный момент, на быструю, скорую руку я выбрала пять. Первое. Это вот маркер от Эйвен. Почему его? У меня их два. Пока я этим пользуюсь, тот просто высохнет. Он вот так выглядит. Мне одного хватит за глаза. Эйвен тогда в пакетах-сюрпризах их присылал. Он красивый. Немножко подсушивает губы, но губах смотрится хорошо. Мне нравится. И мне вот этого хватит. Для моей коллекции, ну, этот я себе отложу, мне достаточно. Очень красивая помада от Фаберлик с зеркалом в оттенке 43-033. Я не знаю, как уж я умудрилась. Ну, может быть, я ошибочно это сделала. Я хотела два разных оттенка в разное время. И так получилось, что заказала два раза один и тот же оттенок. Ну, вот промахнулась. Хотела другой. Вот так вот он выглядит. Она почти новая. Я делала вам свотч. И один раз, может быть, или два на себя нанесла, подумав, ну, еще не зная, что у меня два разных. Ну, два одинаковых, не разных, а два одинаковых оттенка. Поэтому, ну, че ж, будем горить, жадничать-то чего. Все равно я не истрачу. Так, вот этот оттенок, это, по-моему, стойкая помада. Я все ждала один оттенок. Его все не было, не было, не было. И я с горя заказала другой, он мне не подошел. 46-41. Мне нравится, как на губах лежит, сидит, висит, носит. Это помада. Но мне не нравится, как на моих губах, именно этот оттенок. Он у меня делает как-то вот слишком темными губы. Она целая тоже. Вот я и два раза, может быть, попробовала, да свотч сделала. Ну, а кого-то порадует. Так, то же самое могу сказать про оттенок Avon Luxe. Красивый, но на мне смотрится не очень. Он похож вот на предыдущий, только уже в светлый уходит. У меня есть еще пара оттенков похожих, и мне их хватит. То есть это будет уже вот с этим перебор. Я как бы, знаете, так старалась в подарок выбрать тех, которых максимально много. То есть не так, что на донышке в помаде, нате, я тут недопользовала, чтобы это выглядело все-таки цельно. И 42.0.23 тоже купила по каталогу помаду, и мне не подошел оттенок. Вот такая она, прямо барбишно-розовая, но это не мой оттенок вообще, кто знает меня. Вот она такая. Она очень красивая, любой блондинке, молоденькой девочке, будет хорошо. Также она целая, также сделала пару свотчей, один раз попробовала на губах. Вот так. Если кто-то считает, что это негигиенично, дарись свою косметику. Я не навязываю эту косметику. Я предлагаю, а девочки уже сами возьмут или не возьмут. Потом помады, их спиртом можно обработать, салфеточкой протереть. То есть это уже личное дело человека, брать, не брать. То есть, ну, это нормально. Бывают вот такие ролики, девчонки вон снимают, показывают. И вообще чужие люди, подписчики, готовы разобрать, бывает, косметику. А тут все-таки близкие, те, кто тебя хорошо знает. Поэтому вот так. Все, спасибо всем за внимание. Я сейчас еще поковыряюсь, может быть, что-то доложу. Но пока вот то, что на скорую руку выбрала, решила показать вам. Так как девочки просили меня не проходить мимо камеры, когда я такие вещи делаю. Спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.